так всем привет канал большие машинки значит хочу снять видео как регулировать клапана на двигателе zil 130 ну в принципе двигатель zil 130 и двигатель zmz 511 у них регулировка клапанов одинаковая то есть этим видео можно пользоваться для регулировки клапанов zil 130 и также для регулировки клапанов газ 53 двигателя spazic а там с газончика zmz 511 то есть у них порядок работы в обоих движков одинаковый вот тут вот указан 154 263 78 у газоновского двигателя точно так же то есть как бы поэтому можно поэтому видео хоть только этот двигатель смотреть значит что нам надо сделать нам надо первый цилиндр вывести верхнюю мертвую точку так сжатия для этого значит что мы делаем вот у нас выхлопной клапан вот спускной вот и сейчас провернул впускной клапан находится в нажатом состоянии значит дальше крутим по часовой стрелке после того как впускной клапан сработал впускной мы ловим на этом цилиндре верхнюю мертвую точку вот видим что он сейчас закрылся клапан и теперь где-то еще проворачиваем с пол оборота и ловим поршень верхней мертвые точки так значит для этого можем взять даже вот щуп стреляем его и вот видим поршень все вот у него верхней мертвые точки значит теперь у нас первый цилиндр выведен так сжатие верхняя мертвая точка но я его уже отрегулировал еще берем 035 и смотрим вот так вот он должен проходить с небольшим усилием все первый цилиндр у меня отрегулируем дальше знаете что я сделал я у меня шкивок еще не стоит я сделал такие метки то есть это у меня первый цилиндр получается и вот разметил под 90 градусов с одной стороны с другой стороны если шкивок будет стоять там удобнее там можно прямо на шкивке то есть так как у нас двигатель идет 8 цилиндровый коленвал у него шейки расположены под углом 90 градусов сейчас мы берем ключ и проворачиваем вот от этой нашей метки до следующей двигатель проворачиваем на 90 градусов ну то есть вот так примерно значит это у нас был первый цилиндр порядок работы у нас сто пятьдесят четыре значит сейчас после первого значит мы регулируем 5 150 вот мы видим тоже поршень у нас подошел верхнюю мертвую точку и смотрим теперь клапана расконтроляем их оба сразу где у нас получился зажатый один значит ключиком на 14 ослабляем контрогайку ключиком на 11 подводим откручиваем и щуп вот щуп у нас пролез с таким небольшим усилием все значит берем затягиваем контрогайку после этого проверяем щуп проворачиваем штангу несколько оборотов еще раз проверяем проворачиваем проверяем это чтоб исключить перекосы на гнутую штангу все нормально и дальше затягиваем уже окончательно вот еще что хочу сказать обязательно перед регулировкой нужно взять молоток легкими ударами пройти все по винту регулировочному и по самому карамусу легкими ударами это делать для того чтобы где-то мало ли там какая-то окалина еще чтоб она села на место потому что если так отрегулировать не простучать зазор может сбиться потом уже простукивала так что не все в порядке теперь ли этот который у нас значит моего контрогайку ослабляем и шток наоборот закручиваем перекрутил чуть ослабляем то есть вот у нас 035 чуб таким вот образом контрагаем проверяем снова по штанге чуть слабовато получилось сейчас мы так и сразу два винта и регулировочный контргайку проворачиваем еще раз ну вот так оставим выхлоп но его можно по свободе делать впускные клапана может чуть потуже делать и окончательно фиксируем вот видим да вот это выхлопной клапан на чего можно чуть-чуть чтоб щупа сегодня провозят что без такого усилия впускной можно потуже сделать вот такой звук получается все 5 сны у нас готов дальше смотрим опять на наши метки проворачиваем двигатель еще на 90 градусов ну вот так примерно так теперь у нас идет 154 5 мы отрегулирую значит у нас 4 свечка закручена можем быть уверены что поршень находится верхней мертвой точки то есть все аналогично ослабляем контрагайки придерживаем клапана я тут головки притирал обе головки дел клапана и шарошевы поэтому втулки менял поэтому зазоры сейчас могут быть какие угодно штанги местами поменялись коромысла может не там стояли так также подводим туго и фиксируем проверяем штангу все в порядке и контрагаем до упора следующий повторюсь двигатель газоновский газ 53 порядок регулировки точно такой же зазоры точно такие же 0 3035 порядок работы точно такой же конечно есть еще способ регулировки в два оборота любой двигатель можно отрегулировать два оборота ну я и не пользуюсь не так проще кому как фиксируем 4 ну и так далее повторюсь порядок работы вот тут написано на плите 154 263 78 то есть часа проворачиваю 590 градусов 154 200 регулирую второй цилиндр ну и так далее всю процедуру снимать не буду дальше все аналогично по порядку зажигания ну все вот такое видео получилось всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока